Героиня сегодняшнего эпизода – основательница Гродненского детского хосписа Ольга Величко. Благодаря работе Ольги и ее команды на протяжении более чем 10 лет сотни тяжелобольных детей в Беларуси получали не только палеотивную поддержку, но и ежедневную заботу. В августе 2020 года из-за активной гражданской позиции Ольги хоспис попал под волну репрессий белорусского режима. Вместе со своей семьей Ольга была вынуждена покинуть Гродно и перебраться в Вильнюс. Несмотря на оказываемое давление, Ольга продолжает оказывать помощь наиболее уязвимой группе белорусских детей. В 2008 году вы основали детский хоспис имени Стоа Губерта. Что послужило толчком для основания хосписа? Мне было 24 года. Я до этого работала с детьми с инвалидностью. Ко мне пришли две мамы, которые сказали, что в Гродно крайне не хватает помощи для тяжелых детей. То есть нужно понимать, что хоспис работает не просто с детьми с инвалидностью, он работает с детьми с очень тяжелой формой инвалидности, когда их заболевание вылечить невозможно. И оно существенно сокращает жизнь ребенка, мобилизацию его, имеет тяжелые такие когнитивные последствия. Власти Беларуси, они очень часто говорят о том, что Беларусь это такое социально ориентированное государство, что эта социальная ориентированность, она как бы тождественна государству как таковому. А как власти отнеслись к тому, что в сфере социальной поддержки появился негосударственный участник, как детский хоспис Гродно? В системе социальной защиты, если говорить про детей с инвалидностью, там прописывается много-много всего, а когда начинаешь смотреть, санаторно-курортное лечение детям с третьей-четвертой степени утраты здоровья запрещено, потому что у них низкий реабилитационный потенциал. И вот, например, те дети, с которыми работаем мы, все, что предлагает им государство, это оставить их дома умирать. Вот просто, чтобы они лежали, потому что им запрещено все. Потому что у них низкий потенциал. Да, у них низкий реабилитационный потенциал. Вот. И, ну, потому что сама жизнь, для этого, жизнь человека, для этого государства не стоит ничего. То есть на саму жизнь смотрится как на единицу, которая должна платить налоги, работать, жить тихо, там себе в огороде, все остальное, доверить все свои права, экономические, там, социально-политические, доверить одному человеку. И как бы этим вот так должно происходить в Беларуси. Мы не получали и не получаем от государства никакого финансирования. Единственный был год, 20-й год, когда нам дали финансирование 240 рублей. Это где-то... Где-то 70 евро. 70 евро. Нам дали вот двум работникам зарплату по 70 евро. Одному работнику сказали, что мы можем дать такие деньги, второму работнику. Это вся их помощь, которая была. Ну, еще они приезжали, вот в прошлом году мы палеоативный центр открывали, так мы год назад, 14 июля, так мы красиво ленточку перерезали все вместе. Те непрекращающиеся проверки со стороны Департамента финансовых расследований, каких-то других институций, постоянно вот это вот какое-то вмешательство в деятельность хосписа. Какую угрозу видит белорусский режим в хосписе? Знаете, мне трудно сказать, потому что когда с чего все началось, кто-то, неизвестно кто, написал анонимку. Якобы я вместе с оппозицией Гродненской и с мэром города шили белочервоно-белые флаги, продавали их и напродавали на неуплату налогов в особо крупных размерах. Я когда посчитала, сколько мы напродавать должны были за короткий промежуток времени, я подумала, боже, как же про меня-то думают. Думаю, ну ничего же себе. Они всерьез думали, что мы шили там эти флаги, их продавали, проводили проверку по этому, по этой анонимке. Потом поняли, что там нет состава преступления, что ничего нет. И они дальше пошли так опрашивать людей, так опрашивать родителей, чтобы найти уголовное дело на меня. В каком положении сейчас находится хоспис? У нас забрали два помещения. Последние новости таковы, что когда началась волна коронавируса, и нелегитимный человек, который называет себя президентом, тогда говорил, что вы вирус видите, я не вижу, значит его нет. И была какая-то просто паника даже была у людей, у медиков не хватало средств индивидуальной защиты, не хватало масок. И тогда у нас при хосписе работала группа взрослых людей с инвалидностью, они делали различные подделки, такая социальная мастерская у нас была. И вот к этой социальной мастерской начали присоединяться волонтеры, и мы стали шить сначала маски, и бесплатно отдавать их в больницы, в больнице, в поликлинике, кто нуждался в этом. А потом мы стали шить противочумные костюмы, такие защитные костюмы, бахилы, шапочки, ну вот все такое. И за то, что мы это делали, по сути, выполняя роль государства, у нас забрали помещение, нам выставили больше чем 1800 рублей заплатить, ну не знаю чего, пошлину какую-то. Вот, и этого им оказалось мало, сейчас они пошли по второму кругу, нам будет нужно заплатить порядка 5000 рублей, это большие деньги для нас, за то, что мы использовали вот это помещение не по назначению. Вот в таком абсурде мы живем. Где вы находите внутреннюю энергию для того, чтобы заниматься хосписом уже практически 14 лет? Как вы находите силы в себе заниматься настолько эмоционально тяжелой работой? Я не буду лукавить, что и говорить, что хоспис это такое же место, как и там другие места, и там все так же, и там такие же дети. Это неправда. Надо признать, что натурально, нормально человеку бояться хосписа, и человек ассоциирует хоспис со словом смерть. Когда ты это принимаешь и понимаешь, что это такая правда, тогда становится немножко легче и понятнее, что с этим делать. Это большие минусы в работе, но за этим стоят огромные плюсы. Это те дети, с которыми ты работаешь, и ты осознаешь, что вот с ними тоже можно в огонь, в воду и в медные трубы. Они никогда не предадут, не обидят тебя, не сделают ничего плохого тебе. Это те дети, которые очень искренне, если им болит, ты видишь, что им болит, когда ты делаешь, что им не болит, ты видишь, что им радостно. Это очень понятные правила игры, очень понятная жизнь, то есть там болит, плачем, не болит, улыбаемся. Это дети, которые не ноют, это родители, которые не ноют, это сотрудники, которые не ноют. Я очень не люблю и не терплю нытиков, вот, поэтому ты проживаешь жизнь очень осмысленно, ты понимаешь, сколько у тебя есть этой жизни, когда наступают кризисы, ты проходишь их легче, я прохожу кризисы возрастные легче, ну и это бесконечная благодарность родителей, вот, поэтому плюсов намного-намного больше. И вот, когда ты видишь вот эту улыбку ребенка, ты понимаешь, что вот ты смог сделать это, наша команда смогла сделать это, ну это и дает эти силы, ничего обмудренного в этом нет. Расскажите о том сообщении, которое в сентябре 2020 года вы получили от классной руководительницы своего ребенка. Да, у нас двое детей, старший ребенок в девятом классе был тогда, а младшая дочка в четвертом, и это было воскресенье, мы были на марше с мужем, пришли с марша, там что-то перекусили, и потом пошли, у нас вторая смена начиналась, у нас во дворе была, дворовое сообщество мы развивали. И, значит, нам что-то поговорили, потом пришли домой, поужинали, детей собрали в школу, и я не смотрела телефон. И так мы легли спать, и я с утра просыпаюсь в 7 утра, и я читаю сообщение от классного руководителя, что она не уверена в благонадежности нашей семьи, и она обязана известить об этом администрацию. И, значит, когда муж позвонил учительнице этой, говорит, а по каким критериям вы определили неблагонадежность? То есть, что там, бьют ребенка, в школу не пускают, он там синий, есть же какие-то критерии, что родители не исполняют свои обязанности. Ну вот у нее была такая феноменальная ответ, говорит, ну это по моим ощущениям. Мы наняли адвоката очень хорошего, и очень быстро они поняли, что не получится, потому что есть второй ребенок, младший, а там довольно принципиальная учительница, и, ну как бы, один же, если в семье два ребенка, так один только не может быть неблагонадежным, то есть надо и второго подтянуть. Ну вот у них ничего не получилось, мы это опубличили, ну очень быстро, и они поняли, что надавить на меня через то, что я плохая мать, не получится. Ну и начали давить тогда через хоспис, по такой, по стандартной схеме. Ну и согласитесь, это не первый случай, когда белорусский режим манипулирует детьми, и часто их берет чуть ли не их статус заложники по отношению к их родителям, к граждански активным родителям? Знаете, что меня до глубины души даже оскорбляет? Не то, как ведет сегодня себя белорусский режим, а как ведут себя международные правозащитные организации, которые должны защищать права ребенка. Я говорю про ЮНИСЕФ. Я к ним обращалась множество раз. Это организация, которая создана ООН защищать права ребенка. Это их прямая обязанность. И то, что сегодня в Белоруссии семь политзаключенных детей катуют в тюрьмах ни за что не повидных детей. Они признаны политзаключенными. Сотни детей изъяты из семей. А ЮНИСЕФ продолжает устраивать праздники, открывать фонтаны и работать с министерствами. Ничего в этом не видят. Меня это просто поражает. В сентябре 2020 года вы говорили о том, что не планируете покидать Белоруссию. Но уже в октябре были вынуждены покинуть Гродно вместе со своей семьей. До сих пор вы находитесь в Вильнюсе. И уголовное преследование, которое было начато белорусскими властями против вас, на какой стадии она сейчас находится? Ну, это было одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимала. И я не могу сказать до конца, я ли его принимала, потому что очень сильно настаивал муж на этом. Вот. И таким главным аргументом было то, что... Да, пускай это твоя война, твоя борьба, но это не борьба твоих детей. Подумай про детей. И это меня сломило. Перед этим я, ну, такая материнская история взяла верх, потому что нам пришла информация, что когда меня заберут, и детей заберут в детский дом. То есть такая вот история, и я не знаю, было бы, как было бы лучше, чтобы я сидела, ну, сидела там в тюрьме, потому что я побыла, меня же забирали, и я до последнего не верила, что они могут завести какое-то уголовное дело против меня, потому что мне казалось, что я ничего не делаю противозаконного. Я не призываю людей никуда. В хосписе финансово все в порядке, мы только прошли. Вот в апреле 2020 года у нас закончилась очередная проверка по анонимному доносу. У нас грудинские власти любят анонимные доносы. Ну и потом я долго упиралась, и мне сказали, ну, уедьте на две недели. Вы долго очень в отпуске не были, поедьте на две недели. Вот мы выехали в среду, а в четверг пришел, финансовая полиция пришла с возбужденным уголовным делом. Вот. И это трудно сейчас для нас трудно, и для детей трудно, и мы каждый день умом и душой мы, ну, там мы в Беларуси, мы с белорусами. Вот. 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 на всю жизнь. Сколько. Вот мне еще я стала жить, это останется. Каким оно было? Я была независимым наблюдателем. Ну, меня там с огромным боем пустили на участок немножко посмотреть. А потом меня посадили, тогда было там 34-35 градусов, очень жарко было. Посадили меня на крылечко школы, сказали, ну, вы можете там дальше пойти в тенечек. Но в тенечке ничего видно не было. Вот. Поэтому я сидела на крылечке школы, у меня сгорело наполовину лицо, правая часть лица. И я считала, сидела, считала, смотрела на этих людей, на концерт, который там организовали. Там дети какие-то песни пели патриотические. Они просто по какому-то сценарию, я даже не знаю кому, неосознанно рассказывают. Они отыграли этот концерт, собрались, ушли. Меня не пустили на подсчет голосов. Я написала несколько жалоб, в том числе в прокуратуру. Я была независимым наблюдателем в деревне. Председатель этой комиссии, которая возглавляла выборы, она призналась, сейчас вся деревня знает, что выборы были сфальсифицированы. Как там ей живется, я не знаю. Но я считаю, что мы должны сейчас доделывать то, что не сделали наши родители. В 1996 году с их молчаливого согласия были внесены вот эти изменения в Конституцию. Все были заняты чем угодно, только не страной. И так потихоньку, потихоньку, постепенно, с молчаливого согласия каждого из нас, вот мы добились того, что мы имеем совершенно не просто одного неадекватного, а такую группировку неадекватных людей, которые кошмарят всю страну. Первую неделю после выборов поступали такие сигналы, что в Гродно власти даже согласовали митинг, что, скажем, довольно беспрецедентно было и разные другие сообщения поступали. Скажите, а чем жил Гродно в тот день и в целом вот неделю после выборов? Было ощущение победы, до которой осталась буквально вытянутая рука? Или чем жил в Гродно в те дни? 10 числа я поехала в хоспис, и у нас у одной из сотрудниц забрали ребенка. Я поехала искать этого ребенка, ну, взрослого парня, ну, 22 года, но он ребенок, сын ей. Вот. И я на свои глаза увидела, что творили не в Минске, а в Гродно. 10 числа я плакала, 11 числа я плакала, 12 числа, ну, что тут плакать? Столько я не плакала никогда, думаю, надо что-то делать. И мы тогда собрались, вот там, 12 начали, ну, начали понимать, что что-то надо делать. И к 14 числу в Гродно у нас собралась группа из людей, мы назвали это Советом Народного Доверия, которые решили выдвинуть требования к гродинским властям. У них была такая отговорка, вот у всей страны местных чиновников, но это же не мы решаем, это же Минск решает. И вот нам очень это не давало покоя, и мы подумали, что тогда мы можем потребовать от гродинских властей, чтобы они сделали. И вот там было около 12 требований, одно из которых было, чтобы отменить решение местного совета депутатов, что мы хотим собираться и будем собираться, где мы хотим. 17 числа мы хотим, мы вызвали депутатов Национального собрания на отчет перед жителями, чтобы все это было в прямом эфире. Ну там много-много там в Prime Time, чтобы шли передачи, там очень много было пунктов. Они боятся сюда выходить, потому что им нечего сказать нам. Вечером они вот выступали, и там, конечно, они показали свою некомпетентность, свой непрофессионализм, свое полное отсутствие понимания, где они живут и кто такие белорусы, они показали во всей красе. Вот очень много гродинцев помнят выражение депутата Потаповой. «Я сюда приехала из Минска, оставила свои дела, и я сюда приехала не для того, чтобы выслушивать ваше фу, и вообще вы меня не выбирали». То есть это такая оговорочка по Фрейду «Вы меня не выбирали». И да, то есть у нее в голове такая, ну, натуральная, нормальная история, что ее посадили, дали ли ей это кресло депутата, она там сидит, делает что хочет, чем она занимается непонятно, отчетов она не предоставляет. И как люди посмели у нее вообще спросить, а чем ты там занимаешься, отчитайся. Это такое, у нее было оскорбление до глубины души. Вот, потом мы стали очень быстро организовываться, и нам сами люди подсказывали, что делать. У нас появились будки гласности. Мы сначала посадили волонтеров, которые записывали историю. Было очень много людей, которые хотели рассказать, что с ними происходило, не только вот в эти очень такие сложные дни, но и вообще за 26 лет. Потом мы поняли, что этих людей очень много, и нам волонтеров столько не найти. Мы тогда поставили такие палатки, поставили туда видеокамеры, и мы записывали эти истории. Вот, мы поставили будки, которые, где бы консультировали юристы по вопросам стачки, по вопросам там трудового права, психологи работали. Мы очень, такая у нас была довольно дружная, спонтанная команда, которая очень быстро, динамично развивалась и держала вот это вот все. Нам пытаются навязать диалог, нас пытаются кормить с компромиссами. Нам говорят, давайте все решим, но когда все успокоится? Когда все успокоится, никто ничего решать не будет. Ну очень многие вот спрашивают, а что можно было бы в эти дни сделать по-другому? И есть такие мнения, что надо было зайти в исполком, нужно было занять административное здание, вести переговоры с армией, перекрыть город, и, наверное, это было бы примером другим. Но, как это, история не знает сослагательного наклонения, поэтому никто нас революционерами не учил быть. Мы сделали то, что мы сделали, и это воскресенье 16 число, когда собралось очень много людей в Гродно, и мы несли огромный белочерво на белостях. И это потрясающее чувство свободы. И когда ты почувствовал это, вот я тогда поняла, что я по-другому назад в ту систему, мне дороги нету. Ну и потом такие довольно жесткие после всего этого стали происходить события. Но это было уже потом, но на какой-то период времени, да, Гродно стал первым свободным городом в Беларуси, это правда. Как этот год поменял ваше представление о себе как о белорусске? Вот год в таком вынужденном изгнании, не на родине, но, тем не менее, среди белорусов, в Вильнюсе очень много белорусов, вы одна из них. Как этот год изменил ваше ощущение себя белорусской? Ну, послушайте, я выросла с детства, я росла в белорусской среде. С детства для меня белорусская мова была родной мовой. Белочерво на белый стяг был родным стягом. Белорусская культура была то, что отзывается в сердце и в душе. Когда сны снятся по-белорусску, я не могу сказать, что 20-й год меня обудил, что он 20-й год показал мне вот то, что там большинство белорусов показало. Я знала, я прекрасно знала, кто такой Лукашенко, как он удерживает эту власть. Поэтому я не могу сказать, что я открыла в себе Беларусь или как-то по-другому себя стала чувствовать. Но я открыла для себя белорусов, тех людей, которые способны объединяться, они способны помогать. И я очень верю, что то возрождение, которое произошло в 20-м году в душах, и то насилие, которое сейчас творится, и оно меняет, трансформирует умы белорусов, они осознают, где они жили. А вот эти два компонента, они неизбежно приведут к тому, что мы победим. С вами была Талака. В новых эпизодах мы продолжим знакомство с невероятными белорусскими, которые объединяют белорусское общество. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok